Первое стихотворение называется, например, «Спокойной ночи и удачи». Тёте Симе нравилась тётя Таня. Тётя Таня – судец. Спокойная, как святая, гладкая, как леденец. Свинья, зайца, собака жили в мире у гладких, у круглых её колен. Пять минут с тётей Таней, и делаешься просветлен. Тётя Таня была мной забыта. Зато помнила я тётю Симу. У ней в комнате был телевизор, и поэтому очень красиво. На книжном шкафу фарфоровый шаляпин в роли Бориса Годунова. Я его боялась и убегала. Но теперь войду туда снова. Тётя Таня заглянула в окно, как снежная королева. Сказала, сядь на банкетку, надень шапку высокую меховую. Завтра я буду здесь. Башенка моя кривая, на обрыве, на обрыве. Ветер листья обрывая, нагоняет сны о рыбе. Вырежь жабры, вымой руки. В медленной воде проточной. Что живёт в холодном брюхе? Весь запас её непрочный. Всё, что рыба проглотила, всё, что рыба зачала, Раз, вчера хвостом крутила, два, сегодня умерла. Ну и что, покажем детям, что бывает, если словит? Что последует за этим? Как тогда её готовят? Рубкий блеск под толщей водной мы следили с ветхой лодки, Чтоб пресечь рукой голодный, век бездумный и короткий. Тихо, дети, бросьте, дети. Больше тех, кто не вредим. Что притащат наши сети, обработаем, съедим. Тишина, одною тайной меньше, кровь с доски сотрём. Дар напрасный, дар случайный, нужды нет жалеть о нём. Осень начинается за несколько дней до себя. В летнем сортире отламывается засов. На дворе, как и была, трава, на ней дрова, Оно по-другому пахнет, береговой костёр. Мы же не из тех, которые сутся ночами. Вот и спали, к ней просыпаясь, маму не огорчали. Но нас этот ветер выбрал, вынул и несёт, Оставляя пустыми ячейки сот. Лепковатая ересь спряталась за углом, Чтобы в тёплые сумерки вплыть угрём, Пока листья жёлтые гудят за и перед проплывающим кораблём. Напоминаю возвращение под первое сентября. Залито заповелись внутренности двора, Обхват талии почти равен обхвату бедра, В кармане приятный шелест заначенного рубля. За изгородью по сухой траве, Будто кто-то ходит и поёт. На реке туман, на корабле банкет. Если что, выдерни шнур, выдави стекло. Ни один комар носом не поведёт. Пячусь навстречу зиме, Носки порвались на пятках. Была бы радость, а печаль найдётся. Была бы вода, а огонь займётся. Голубой огонёк, синяя угадайка, Сиреневая обвагадейка. Я хотела бы не брать с собой никуда Немыслимое простодушие, Ни на чём неоснованную самоуверенность, Негодную память, Ни с чем не сопоставимые внезапные, Неподъёмные и мучительно длящиеся сомнения, А также судороги раскаяния, Судороги раскаяния. Я бы только взяла, Что легко нести в гору, в метель. Это стихотворение любви, Это вольный, очень вольный перевод с французского. Сейчас я не вполне могу сказать, Что двигала мной, когда, Не получая от тебя ни письма, Ни текстового сообщения, На третий день после того, Как в банке от Джема Бон Маман Я не обнаружил твоей зубной щётки, А также куртки на вешалке, Кедов на галошнице, Расчёски на комоде, Чашки, которые мы с тобой привезли Из Рима на сушилке, И только вязание с невынутыми спицами, Заброшенное неделю назад В связи с овралом и гриппом Укнаружил на прежнем месте, Я пошёл на птичий рынок И купил тебе птиц, любимая. Птиц, понимаешь, Волнистого попугайчика, Павловскую, блядь, канарейку, Любовь моя. Думал ли я тебе понравится? Думал ли я, ты захочешь услышать, Как они поют? Нет. Ничего такого я не думал. Я принёс домой скрипучие клетки, Налил воду в поилке И позвонил в зоомагазин. Договориться, чтобы они пришли сами, Было непросто. Друзья дали мне телефон благотворительного фонда, И я исполнила мечту Андрея Из Ульяновского детского дома И Влада из интерната в набережных челнах. Любовь моя. Ещё через пару дней, После того, как преодолев обычную брезгливость, Я тщетно пытался найти в своём почтовом ящике Среди квитанций, штрафов, Извещений с пенсионного фонда, Призывов установить счётчик на воду И присоединиться к акции протеста, Что-нибудь, написанное почерком, Похожим на твой, На случай, если тебе вдруг вздумается Повести себя эксцентрично, Я пошёл к метру И купил тебе цветов, любимые, Цветов, понимаешь, роз, фрезей и альстромерий, Ветку, блядь, лимонника, любовь моя. Трамвай гремел мне в лицо, Как чёртова погремушка Над головой беспомощного младенца, Я закрывался скрижащущим целлофаном. Дома я немедленно забыл про эти цветы, Я качался на твоём стуле и сломал его, Я прыгал по нашей с тобой кровати и сломал её, Я ударил табуреткой по зеркалу в ванной И разбил его. Я пил водку из банки от джема Бон Маман, А потом разбил её. Казан для плова, От которого ты не отскребла пригоревший рис, Я бросил в ванну, И она предсказуемо пошла трещинами. Я оторвал дверцу от стиральной машины, Я стукнул по спинке стула настольной лампой, И они сломались. Я изрезал ножом подоконник, любовь моя. Тихая площадь под моим окном. Ни асфальта укладчиков, ни озеленителей. Под локтем подъёмного крана Невыносимо медленно пролетает маленький самолёт. Я и не заметил, как выросли эти башни. Пора отменить привычку Вечером поднимать римскую штору на кухне. На верхнем этаже нового дома напротив Уже загораются три окна. Это первые ласточки, Дальше больше. Я спустился в подземный переход. И уже не знал, что купить, Любимая зонт, носки с пальцами, Серебряную цепочку. Я внезапно понял, что тебе это не пригодится, Любовь моя. И тогда я пошёл на невольничий рынок. И, расталкивая работорговцев, Всматривался в равнодушные лица рабынь. Но тебя не было среди них, Любовь моя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.